Сегодня большой концертный зал собрал настоящих мужчин. Здесь ветераны, участники военных действий, солдаты, офицеры, генералы. Одним словом, защитники Отечества. В погонах, орденах и медалях сегодня в зале они не рядовые зрители, хотя давно вернулись с передовой к мирной жизни и сегодня принимают поздравления. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неократно подчеркнул, что крайне важно уделять особое внимание современному техническому оснащению армии и флота России, а также качественному военному образованию. Кроме того, сегодня мы как никогда понимаем, что обязаны уделять пристальное внимание гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Желаю от всей души вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия. Но есть те, кто так и не успел получить свою награду. Сегодня за них это сделали родные. Удостоверение выручается дочери Мингалеевой Флюре Идрисовне. Флюра Мингалеева с гордостью показывает документ о награде. Ее отец Идрис Мингалеев ушел на фронт в 41-м, служил санитаром, был несколько раз ранен. За заслуги его наградили орденом Красной Звезды. Но ее отца нет уже 21 год. Он так и не узнал о своей награде. Найти удалось благодаря племяннику. В архиве очень долго, несколько лет шел по всей цепочке, где он воевал. Сегодня в память об отце только фронтовые фотографии. Савелий Антиков воевал на Западном и Белорусском фронтах. За уничтожение пулеметных точек противника был удостоен ордена Красной Звезды. Но получить награду не успел. Погиб в бою. Не знали они и родные. С тех пор прошло более 70 лет. Он был хорошим классным руководителем, военруком хорошим. И всегда был примером для учеников. И сегодня для дочерей, которые не дождались отца с фронта, это большая дань его памяти. Поиск наград продолжается. Сегодня уже вручено порядка 100 удостоверений на орден Красной Звезды и 5 медалей участника войны. К сожалению, все эти годы, все эти документы просто были недоступны не только самим ветеранам, но даже исследователям. И более того, даже сейчас, обратите внимание, вот на этих опубликованных копиях документов засекречены адреса семей. Сегодня здесь и юные патриоты, и будущие военные. День защитника Отечества и еще одна возможность для них поразмышлять о родине, о мужестве. В 2014 году в республике появились юно-армейцы. Сегодня их воспитывают в каждом районе республики. Ребята проходят военную подготовку и занимаются социальной работой. Считают, что 23 февраля и их праздник. Можно и так сказать, потому что в будущей жизни я хочу связать служение своему отечеству, то есть стать офицером. Вполне считаю своим праздником, так как я уже обучаюсь военному делу. 23 февраля. Для многих праздник со слезами на глазах. Но герои нынешние признаются. Сейчас это слезы радости. Сегодня самые высокие такие мысли, такие мои познания высокие. Я прошел блокаду Ленинграда. Я знаю, что такое жизнь. Сегодня они уже не стоят под пулями, но ежедневно на страже Родины. Господа офицеры, она тянута мне... Альбина Слагараевич от Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова